Добрый вечер, 21.04 в Москве, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Не знаю, на меня впечатление произвело вот эта вот новость о том, что новому понтифику предложили хлебнуть вина из листьев коки. Вспомнилась такая майка, носили люди во времена понтификата Иоанна Павла II. I love the pope, the pope smokes dope. Я люблю папу, папа. Папа курит, гашиш. Это тоже опорная традиция. Да-да-да. У нас сегодня программа «Археология Форбс». Мой соведущий сегодня, заместитель главного редактора журнала «Форбс» Кирилл Горский. Добрый вечер. Добрый вечер, Кирилл. И сегодня у нас в гостях Вадим Новиков, старший наручный сотрудник Академии народного хозяйства и госслужбы. Добрый вечер. Добрый вечер, Вадим. Мы продолжаем тему трудовой миграции. Давно ли вы, наши любезные слушатели, были на Ярославском шоссе? На четвертом километре Ярославского шоссе. Я думаю, что все, кто там проезжал, всем вам известен тот рынок трудовых мигрантов, рабов, как их у нас тут принято называть. Буквально сотни людей, невзирая на все нынешние морозы, стоят, прячутся по кустам, выходят к машинам. То же самое, кстати, можете увидеть, если спуститесь под землю, метро Комсомольская, там еще один рынок трудовых мигрантов. Так что тема эта, она не отпускает Москву, она по-прежнему остается актуальной. Мы снова и снова, паки и паки в нашей передаче к ней возвращаемся. И вот сегодня хотим с участием Вадима Новикова обсудить, собственно, как трудовая миграция влияет на наши рынки. Потому что вот в журнале Forbes развернулась дискуссия буквально в последних номерах. С одной стороны была статья «Почему стоит ввести визы для жителей Средней Азии». Кирилл Родионов, да, по-моему, написал? Да, Кирилл Родионов. И вот ему ответил Вадим Новиков в таком либеральном очень ключе о том, что отмена ограничений, наоборот, отмена ограничений для мигрантов, отмена всяких виз, всяческих виз, ограничений для мигрантов из Средней Азии, для гастарбайтеров, может удвоить наш ВВП. Вот, Вадим, поясните вашу позицию, каким образом гастарбайтеры увеличивают ВВП и вообще конкурентоспособность российской экономики? И увеличивают ли? На мой взгляд вопрос о том, как влияет миграция на экономические показатели, отдельно взятые не являются слишком уж спорным. Случай миграции не настолько, так сказать, не настолько сильно отличается в некоторых важных отношениях, не настолько сильно отличается от проблемы, так сказать, проблемы импорта продуктов. Совершенно очевидно, что если работодатели берут на работу мигрантов, значит на это есть спрос и большое достоинство использования этой иностранной дешевой рабочей силы состоит в том, что она практически автоматически дает выигрыш для потребителей. Практически автоматически это означает, что в силу действия конкурентных механизмов. Это повышает конкурентность российской экономики, наших товаров, услуг? Использование наличия вот такого ресурса дешевой рабочей силы? Ну, без всякого сомнения. Использование дешевой рабочей силы, которая позволяет российским гражданам избежать определенного рода труда, мне самому не будет нравиться, наверное, метафора, которую я сейчас приведу, но она, так сказать, она все равно правильная. Это не сильно отличается от использования техники, от использования стиральной машинки. Люди на автомате привыкли считать, что занятость является благом. На самом деле, конечно же, благом является свободное время. Никто не расстраивается от того, что у нас дома появляется стиральная машинка или какой-то посудомоечный комбайн или какие-то другие средства механизации, которые позволяют высвободить наше время для других занятий. Те люди, которые осуждают импорт иностранных товаров, в связи с тем, что тот разрушает какие-то рабочие места, или люди, которые осуждают привлечение иностранной рабочей силы, делают определенную ошибку. Они неявно предполагают, что вот эта иностранная конкуренция со стороны работников или со стороны иностранных товаров делает русских людей безработными навсегда. В реальности она делает их небезработными, в реальности она заставляет переключаться русских на какие-то другие занятия. Но они не переключаются, вот как латынина... Да, вот на что они переключаются? На какие именно другие занятия переключается человек, который занимался неквалифицированным трудом. И, собственно, именно его замещает, как я понимаю, приезжий. Рабочие настройки, разнорабочие настройки. Был русский, стал таджик. Да, действительно. Что случилось с русским? В 50-х, 60-х годах, когда Германия активно импортировала рабочую силу, да, она импортировала там, ну, турок и еще, кстати, итальянцев, но они работали на заводах, да, они повышали конкурентоспособность германского машиностроения. А конкурентоспособность чего, собственно, повышает вот рабочая сила, которую заводит сейчас Россия? Ну, смотрите, здесь одна из важных вещей, это просто посмотреть на факты. В основном, иностранная рабочая сила, большинство мигрантов работает в крупных городах в Москве и Санкт-Петербурге. Эти города, очевидно, при том, что количество мигрантов там больше всего, если чем-то отличаются от России по безработице, то отличаются, скорее, в лучшую сторону. Безработица, так сказать, безработица, что в Москве, что в Санкт-Петербурге не является очень большой, я имею в виду даже не данные о людях, зарегистрированных на бирже труда, а те данные, которые дают результаты опросов. Итак, смотрите, у нас численность иностранной рабочей силы, по всей видимости, по там лучшим имеющимся оценкам, составляет около 7 миллионов людей. Количество безработных в Москве и Санкт-Петербурге не сильно превышает 100 тысяч, и это там условные полтора процента от населения этих городов. Говорим о зарегистрированных безработных? Нет, речь идет не о зарегистрированных безработных, а о тех безработных, которые выявляют Росстат по данным выборочных опросов. С этими цифрами, как и с любыми другими, можно спорить, но даже если эти цифры спорны, тем не менее, я не думаю, что там есть какое-то систематическое смещение. Безработица в Москве и Питере намного меньше, чем безработица в России в целом. Значит, эти 100 тысяч рабочих мест, на них нет ни гастарбайтеров, ни русских, ни граждан России. И далеко не все из этих 100 с чем-то тысяч людей являются неквалифицированной рабочей силой, которая в буквальном смысле конкурирует с узбеками или с украинцами. Ну, то есть, два основных источника наших мигрантов. Вы спрашивали про то, о чем занимаются высвобожденные русские работники. К сожалению, я не могу похвастаться тем, что у меня под руками есть данные, какие-то хорошие данные российских исследований, но я немножко знаю про такие исследования за рубежом. У даже неквалифицированной рабочей силы перед приезжими есть одно настоящее существенное преимущество, которое нелегко воспроизведет другой. Россиянин лучше знает русский язык. Люди, которые хорошо владеют языком, это на самом-то деле, как ни странно, это соответствующая работа, в том числе и это знание, хорошее знание языка позволяет занимать должности, похожие на должности бригадира, ну, если речь идет о стройках или о каких-то таких вещах. Ну, не всегда, да, некоторые специальности они абсолютно не требуют, например, даже, ну, очень часто кассир на кассе, да, скажем, в Ашане там берут просто глухонемых, там сидят, у них такая социальная очень ответственная политика, вот, так что не всегда русский язык является конкурентным преимуществом. Ну, разумеется, не всегда, но, когда мы обсуждаем статистику, очевидно, что когда есть большое количество людей, которым не хватает определенного навыка, преимуществом становится владение именно этим. А вообще, русские, они как работники лучше? Вот есть какая-то статистика, опросы по работодателям? Предпочтет, что русские априори выполнят работу более качественно? Вот, скажем, я не знаю, там, даже вот люди, которые делают ремонт в квартирах, они что, всегда предпочтут бригаду так называемых славян, бригадам приезжих из Средней Азии или Кавказа, вот, по качеству рабочей силы? Ну, мне кажется, далеко не всегда. Тут, как минимум, скажем так, ситуация спорная. На этот вопрос нельзя ответить априори. Я точно знаю людей, которые для мелких домашних работ или для работ в подъезде, или для исполнения каких-то других поручений привлекали иностранцев и были довольны. И более того, очевидно, более довольны, чем, ну, то есть они, в общем, то, что они получили, превосходило их ожидания. Наверное, есть и другой опыт. Точно так же я, так сказать, я беседовал с представителями ритейла. Это одна из отраслей, которая наиболее активно использует труд иностранцев. Мне некоторые, так сказать, мне некоторые ритейлеры говорили, что для ряда работ они предпочтут иностранца, что иностранец не просто дешевле, а лучше, более ответственно, лучше выполнит работу. Грузчик больше перенесет груза, кассир больше обслужит посетителей. Ну да, мы с вами до эфира как раз тоже говорили. Вот я, например, считаю, что, ну, там дворники у нас, рабочие какие-то по дому. Я с большим удовольствием вижу наших гостей из Средней Азии. Я гораздо больше их предпочту, скажем, русскому дворнику. Потому что они будут меньше пить, они гораздо более, не знаю, опрятные, исполнительные. И у меня гораздо больше удовлетворения их. Ну, тут как ни странно, вот смотрите, давайте приведу личный пример. Я знаю, что очень многие мои соотечественники не доверяют иностранцам, но у меня была другая ситуация. Несколько лет назад, когда я покупал квартиру, покупка квартиры предполагала объезд по Москве с довольно большими суммами денег. И как вот кому-то не покажется странным, я воспользовался услугами знакомого мне узбека-таксиста, а не там русского человека или какого-то вот такого таксист с шашечками. Ну да, да, здесь, конечно, очень много мифологии как раз, которую наши официальные лица умело очень подогревают. Да, единичный случай, личный опыт, он как бы не, да, он все-таки не иллюстрирует общую ситуацию, то есть мы не можем из этого делать общих выводов. А вообще, Кирилл, что, что, больше преступности в относительных цифрах? Больше преступности у гастарбайтеров, у мигрантов? Ну, я не знаю, про преступность мы, наверное, в другой части передач поговорим, но вот идея о том, что ради безопасности лучше нанять с таксиста выходцы из Средней Азии, чем таксист с шашечками, кажется мне, ну, несколько странной. Я бы все-таки предпочел, наверное, таксист с шашечками, вызванный по телефону. Нет, ну, если знакомый, кстати, меня каждый раз, когда позвали, подвозили там именно узбеки на своих машинах, я был очень доволен какой-то такой аккуратностью и, кстати, прекрасным русским языком, и с удовольствием взял, скажем, на постоянную работу, если была возможность. Я не пытался это выдать за какую-то общую тенденцию, но тут важно, вы спрашиваете, каково мнение роботодателей или каких-то других людей. То есть, можно сказать так, что, итак, вопрос о том, кто лучше, априори, ответить нельзя. В Москве существует большое количество людей, которые предпочитают труд иностранцев. Это многие ритейлеры, многие строители, и в каких-то ситуациях даже я сам. При этом я прекрасно осведомлен, что есть другие люди. Разумеется, да, и ритейлеры, и строители, ну, у них уменьшается себестоимость, меньше фонд оплаты труда. Естественно, что они предпочитают иностранцев. Понимаете, на самом деле, это такой взгляд поверхностный, который разделяют и сами ритейлеры. Ну, поверхностное, что имеется в виду, что в конечном счете в труде иностранцев заинтересованы вовсе не ритейлеры, а потребители. Если ритейлеров заставить принимать на работу только русских, это приведет к тому, что просто им придется платить больше, но это не означает, что уменьшится их прибыль. Понимаете, отдача на капитал определяется в конечном счете соображениями конкуренции, а вовсе не издержками. Там, если сейчас маржа ритейлера, это всего лишь, там, 2% прибыли в обороте. Ну да, то есть это будет переложено на потребителя. Это в конечном счете, вопреки тому, что может показаться, в конечном счете как раз сами ритейлеры вовсе не заинтересованы в труде мигрантов. В труде мигрантов там заинтересованы покупатели. В чем заинтересован ритейлер? Заинтересованы в том, чтобы держать цены ниже, как бы привлекать себе больше покупателей. Это понятно, да, это дает нам возможность. Даже это не совсем так. Даже это не совсем так. Ритейлер, если речь идет о какой-то отдельной компании, отдельная компания заинтересована только в том, чтобы все были в одинаковом положении. Плохо, когда ты не можешь брать мигрантов, а конкурент может, да, тогда у тебя падают показатели прибыли. Если все в одинаковом положении, все будут честно получать свои 2%. Ну, то есть, если сейчас из экономики изъять резко административно, да, какими-то административными барьерами, вот сейчас пропиской, регистрацией, изъять иностранную рабочую силу, то это будет достаточно серьезный скачок цен. Ну, все зависит от того, что считать серьезным. Я думаю, что в Москве это лишние 4-5%. Понятно. Напомню, что в гостях у нас сегодня Вадим Новиков, в гостях у нас с Кириллом Горским, зам. редактора журнала, зам. главного редактора журнала «Форбс». Мы вернемся после небольшого перерыва. Добрый вечер, программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Сегодня у нас в гостях с Кириллом Горским, зам. главного редактора журнала «Форбс» Вадим Новиков, научный, старший научный сотрудник Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Говорим мы о трудовой миграции. Собственно, даже вот я вас хочу спросить, наши дорогие слушатели, а кого вы предпочтете, скажем, в качестве работника, если вы сам работодатель или даже просто для ремонта вашей квартиры? Предпочтете вы русского, местного работника или иностранную рабочую силу? 65, 10, 99, 6. Или, может быть, даже шире я поставил бы этот вопрос. Надо ли нам ограничивать трудовую миграцию? Надо ли в России с экономической точки зрения, вот как нам взвесить, поставить экономическую и культурную точку зрения? Нужно ли нам при этом сохранять свою идентичность? Или, скажем, совокупные выгоды от привлечения иностранной рабочей силы и, соответственно, низкие цены нам гораздо важнее. 65, 10, 99, 6. Надо ли ограничивать трудовую миграцию? Вот я хочу, Вадим, что спросить. Вы так сравнили, как экономист, очень, так сказать, эффектно, но не знаю, насколько этично сравнивать вот это вот наличие иностранной рабочей силы с посудомоечной машиной, со стиральной машиной. Ведь, с одной стороны, есть и человеческие факторы, да, как человека можно сравнить, что у нас есть как бы бесплатный рабочий ресурс. Ну, не бесплатный, а дешевый рабочий ресурс. А, с другой стороны, ведь это же, они тормозят модернизацию, инновацию, там, где у нас могла бы расти производительность труда, могла бы быть механизация. Мы пользуемся наличием вот этого вот огромного ресурса человеческого. То есть, получается, это ресурсное проклятие, но, с другой стороны, не только у нас нефтегаз, но у нас еще такие практически бесплатные узбеки и таджики. Ваш вопрос неявно предполагает, что модернизация или техническое оснащение является какой-то самоцелью. На самом-то деле, появление, что здесь не вполне так, да, во-первых, использование машин не самоценно, мы машины используем тогда, когда это позволяет нам достигать лучшей жизни. Не стоит создание машин и заводить в культ. Но даже если мы считаем, что машины имеют некое такое самостоятельное значение, что мы должны непременно к этому стремиться, нужно все равно также учитывать, что наличный в экономике капитал в любом случае является ограниченным. Поэтому, в конечном счете, вопрос не в том, будут или не будут машины, а вопрос в том, в каких именно местах в экономике, на каких именно предприятиях будут использоваться эти машины. Понимаете, если в отраслях, где сейчас существует очень много ручной работы, работы, где люди очень мало вооружены какой-то техникой, если есть места, где люди мало вооружены какой-то техникой, это означает, что это освобождает для экономики определенные ресурсы для того, чтобы техника появлялась в других местах. Мы живем в мире ограниченных, так сказать, ограниченных возможностях, и поэтому главный вопрос относительно использования техники не сколько, а где. Ну да, вот взгляд. У меня тут по осени канаву на даче копали. Вот, и стоял вопрос, маленький экскаватор брать или бригаду все тех же таджиков? Вот оказалось, что бригада всех тех же таджиков. Я, правда, не знаю, экскаватор этот пошел на другие объекты или нет. Скорее всего, он проставил, потому что его доставка и использование обошлось бы дороже. Вот я не знаю, с этической точки зрения, так сказать, то, что у меня, то, что в течение суток сделал бы экскаватор, там в течение недели копали таджики, насколько это... То есть экономически, вы считаете, если это так, то экономически это оправданно. Никаких здесь, как бы, внешних издержек нету. Неделя рабского труда вместо суток работы механизма. Ну, смотрите, мне кажется, что проблема, про которую вы говорите, это не более сложная этическая проблема, чем проблема разделения труда в обычной семье. То есть, вообще говоря, труд — это командная работа. Если в какой-то семье люди, все члены семьи настроены трудиться, то найдется занятие, где будут полезные усилия даже и самых маленьких. — Понятно. 65 10 99 6. Телефон студии прямого эфира. Надо ли нам в России ограничивать трудовую миграцию? Я вижу у нас звонок нашего давнего слушателя Петроса из Литвы. Слушай, да. — Либерал Петрос. — Да, здрасте. — Ну, я смотрю... То есть, когда слушаю про трудовую миграцию, суд не обращает на главную опасность от мигрантов, что внутренних, что внешних мигрантов. Опыт Европы печальный показывает, что привлечение мигрантов оборачивается потерей территории. Это равносильно распродажа территории или захвату оккупации территории. В общем, измена родины может... — Ну, как? Ну, подождите. Ну, вот, скажем, та же Германия, о которой мы говорили все, 60-е, 70-е, это югославы, итальянцы, турки. Турки заселили Германию, по сути. Они потеряли треть территории, наверное. А, скажем, во Франции уже запрещать будут французский язык. Уже первый француз прибежал в Россию. Там не может поместиться уже. — Ну, да-да, он не может поместиться. Я согласен, да. Это, скорее, личные проблемы. — Но я имею в виду, что самая трудовая миграция не является опасностью. Опасно, что они останутся и будут занимать площадь, жизненное пространство, квартиры, земля, так вот и Кавказы тоже. — Петрович, дорогой, ну прям какое-то жизненное пространство, лебенсраум, у вас прям какая-то уже аргументация. — Это, конечно, в итоге теперь все уже открывают глаза в Европе, что они уже пропустили. Это ошибка. Датские либералы уже 20 лет назад, я читал программу, если мы хотим помощь давать таджикам, китайцам и всему остальному миру, надо поближе к их территории. Создать какую-то зону. Если там есть военные действия, беженцы, то надо около границы или с их стороны сделать, если не могут... — Лагеря, лагеря, лагеря фактически. — Ну, свободную экономическую зону, политическую зону. То есть где не будет чиновников, паразитов, и они создадут себе сами, себе жизнь хорошую. — Ну, понятно, Петра, спасибо, вот так люблю ваши звонки, представились как либерал, но тут вы прям какие-то такие озвучиваете идеи-то. — Я от европейца. — Да, ну не знаю, насколько он европейский. Вот, Вадим, да, как нам с этой точкой зрения быть, что с культурной точки зрения? То, что, да, они экономически, может быть, более эффективны, но они размывают культурный иммунитет принимающей стороной. — Ну, то, что там... Ситуация, которую описал Петерас, мне кажется, правда, несколько в, ну, сказать, несколько, может быть, в преувеличенных выражениях, конечно, отражает реальную, так сказать, реальную нормальную озабоченность, там, тему, которую, там, которую можно обсуждать. Совершенно очевидно, что с приходом мигрантов что-то меняется в окружающей культуре, можно спорить в лучшую сторону, там, или в худшую сторону, но непременно меняется. Когда вы сталкиваетесь с другим человеком, что-то меняется в нем, и что-то меняется в вас. — Согласен, нет, абсолютно. Я вот здесь абсолютно не согласен с Петерасом, то, что он высказал. Почему это потеря? Например, ночью хочу поесть в Германии, вот, где-нибудь в Берлине. Меня немец не покормит ночью. Я ночью поеду, есть турецкий денер, и с удовольствием пойду в турецкий квартал, и там послушаю турецкую музыку, и попью чай сладкий с мятой из этих маленьких чашечек, и слава богу, что турки приехали в Берлин. — Мне кажется, что в этом культурном отношении ситуация примерно такая же, как и в более классических экономических вопросах. Кому-то это соседство нравится, кому-то нет. На самом деле вопрос, который поднял Петерас, действительно довольно глубокий. он подчеркивает проблему соседства. Не всем нравится соседство, и с людьми, сильно не похожими на себя. Но мне кажется, это одновременно показывает, что проблема миграции, как она обычно ставится, она ставится неправильно. Ставится обычно вопрос, должны ли мы, россияне, разрешить или запретить миграцию, тогда как реальные проблемы возникают только в отношениях соседства. Узбек, который живет рядом со мной на моей Одесской улице, явно не представляет ни в каком, ни в культурном, ни в каком-либо ином смысле никакой угрозы для жителей Владивостока или Хабаровска, или даже Твери. В самом худшем случае это касается меня лично. И, как мне кажется, как мне кажется, проблемы миграции намного более продуктивно обсуждать неприменительно к стране в целом, а на микроуровне, даже на уровне поселения, в таких крупных городах, как Россия, на уровне еще намного более мелком. Согласен, согласен. И, скажем, Америка дает здесь прекрасный пример, создание небольших интеграций, адаптации небольших этнических общин. Так что... Ну вот, например, действительно, если Америка и Германия занимаются адаптацией и интеграцией, как мы говорим, нам этнических общин, то в России работы над этим нет ведь совершенно никакой. И то, с чем мы сталкиваемся здесь, это, ну, прежде всего, как раз те негативные вещи, о которых говорил и наш радиослушатель из Литвы, о которых говорят чаще всего. Вы знаете, если уж мы сегодня много говорили с опорой на собственный опыт, вот наша редакция так вышла, находится по соседству с отделением Федеральной миграционной службы. И примерно полгода назад произошли какие-то, мы не знаем, какие процессы, в результате которой резко возник, резко увеличился спрос наших гостей из ближнего зарубежья на услуги этой Федеральной миграционной службы. И жизнь улицы, на которой находится наша редакция, изменилась радикально. У нас больше нет свободных парковок, потому что они все заставлены автобусами с рабочими с каких-то строек. Днем и ночью наше здание окружено громадной толпой, они там натурально, они ночью стоят в очереди и жгут костры. Значит, на улице не стало чище, как мы, вероятно, ждем от того, что у нас низкооплачиваемые среднеазиатские дворки будут, но на улице не стало чище, на улице стало грязнее. У нас нет вкусных донеров и вкусного чая, у нас есть переполненные магазины с огромными очередями. Мы с этим сталкиваемся каждый день 24 часа в сутки. Вот то, что мы имеем дело. Кирилл, но это же проблема не мигрантов, это проблема неэффективности Федеральной миграционной службы, которая какие-то вводит резко такие регуляции, что приходится людей свозить автобусами и она не может разрулить ситуацию так, что им приходится ночью занимать очереди. Это проблема ФМС, это не проблема мигрантов. Но вот меня пугает то, что когда мы говорим об отрицательных аспектах происходящих с миграцией, мы сразу говорим, что это не проблема мигрантов, а проблема чего-то еще. Проблема неэффективности государства, проблема неэффективности местных властей, проблема жадности работодателей. Может быть, следовало бы сначала решить... Или жадности самой ФМС тоже в этом случае. Возможно. Может быть, сначала стоило бы решить все эти проблемы, а уже потом широко открывать ворота нашим гостям. А до тех пор, что закрыть рынки, ввести визы для этих самых среднеазиатских гостей, чтобы они не стояли в плохих автобусах и не чадили у вас под окнами. Я не вижу хороших решений, кроме вот таких квазифашистских рецептов, которые были озвучены. Ну, введение виз не является квазифашистским решением. Нет, ну, я говорю другие вещи. В Грузии есть визы. Создание лагерей. Власть-то как раз, Вадим, по-моему, как раз против виз. Власть у нас, по-моему, проводит достаточно либеральную миграционную политику. Она так, по-моему, еще как Гайдаром была начертана, что он сказал, что нам нужно ежегодно 700 тысяч ввозить человек. Ну, я не думаю, что в данном случае политика определяется советами Егора Тимуровича Гайдара. Это понятно, но в этом направлении, мне кажется, все-таки достаточно либерально у нас. Мне кажется, что в данном случае решение скорее политическое, но решение тем не менее хорошее. Власти отражают некоторое наше совместное со многими странами прошлое и, так сказать, виз не существует в отношениях с довольно большим количеством государств. Это некоторая историческая случайность, но, на мой взгляд, скорее благоприятная. То, что является неприятными сторонами этой миграции. Если убрать слово мигранта, если убрать понимание того, что речь идет о приезжих, в общем, можно, сказать, можно по-другому описать, как неприятные стороны урбанизации вообще. Успешные города, Москва является довольно успешным мировым городом, всегда привлекают большое количество бедных людей, которых привлекают городские возможности, и эти бедные люди очевидно отличаются от тех, кто живет в городе уже давно. Я согласен. Вот, Кирилл, тоже вот скажу, что вот это, скажем, лозунг, понаехали тут, он тоже первоначально к русским относился, к этой лимите, которые вот в это вот на хрущевские стройки в 60-е и дальше уже в 70-е годы приехали. Вот, это относилось совершенно не к, так сказать, грузинам и азербайджанцам, приезжавшим в Москву. Понаехали тут, это была вот эта вот деревенская лимита, сапогами понатоптали, а сейчас уже это русские говорят по отношению к гастарбайтерам, к иностранцам. Интересно, кстати, где сейчас эта провинция, которая живет, в общем-то, не намного богаче, чем Среднеазиатские республики, почему не обеспечить ей возможность приехать в Москву и в Петербург на заработки, на те же стройки? Вот это, кстати, огромный вопрос, огромный вопрос. Между тем, напомню, наш телефон студийный 6510996, мы обязательно примем ваши звонки, позвоните нам и скажите, надо ли нам ограничивать трудовую миграцию. Ну вот здесь вот ту минутку, что у нас остается до перерыва, действительно вот обсудим, а почему русские не едут? У нас же настолько депрессивные регионы, взять всю эту Костромскую, Псковскую губернии, там люди живут, я не знаю, всей семьей на семь с половиной, на пять тысяч на пенсию одной бабки. И огород. Своей, да, плюс огород. Они-то почему в Москву не едут, вот эти вот русские. Вадим? И они едут. Ну что, где я на стройках? Не на стройках, на других работах. Я думаю, что этих людей нужно искать не на стройках, а среди ваших знакомых. Неужели у вас нет знакомых, которые родились за пределами Москвы? Вот я лично, например, химчанин, это не очень далеко, но есть множество людей, которые приезжают и из Белоруссии или наоборот из каких-то других городов России. Их много. Образованные слои интеллигенции едут в Москву и не только из России, допустим, но мы же сейчас говорим именно о вот этом низкооплачиваемом слове. Я говорю, да, скорее не среди моих знакомых, среди наших здесь знакомых, а вот именно, так сказать, среди разнорабочих, тех, кто заполняет, я не знаю, ряды кассиров, рабочих стройки и так далее. Ведь, по-моему, 90% в любом случае это будут заполнять именно люди из Средней Азии, из Кавказа, из Молдовы, в крайнем случае, но не русские из депрессивных регионов. Мне кажется, здесь какая-то культурная очень большая заковыка есть, культурная особенность. Не привыкли у нас люди ехать? Может быть, это вот эта вот халява у нас и такое в крови, что вот нет, я останусь у себя в деревне, буду жить на бабкину пенсию и в Москву работать не поеду. Или это во мне такой культурный детерминизм говорит? Ну, честно говоря, сложно говорить, потому что я не владею данными исследования, просто простое предположение. Я думаю, что среди русских непропорционально много квалифицированных людей, что их все-таки нужно искать не на стройках. Я понял. Напомню, наш телефон студийный 65 10 99 6. А надо ли нам ограничивать трудовую иммиграцию? Антон на линии. Да, добрый день. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я сталкиваюсь с иммигрантами каждый день и мое глубокое убеждение в том, что заинтересованы в них прежде всего работодатели. Сомневаюсь, что русские, приехавшие в Москву на должность дворника, устроятся туда, поскольку я и все мои знакомые, живущие в центре города Москва, знают, в каких условиях на самом деле живут эти иммигранты по подвалам. Кроме того, то есть, фактически, ЖКХ наживается на том, что эти люди бесправны, они не могут ничего сделать. Кроме того, часть их зарплаты, как правило, оседает именно среди тех, кто дает им работу. А русский на это не согласен на такие условия? Отдавайте две трети заработка. менталитет русского, даже если он живет в своей СБ, не позволяет ему жить среди сотен мегрантов в подвалах, где гуляют кошки. Вот у меня работники, я и потребитель, и работодатель одновременно. Да. Работники, студенты, молодые ребята, все, как правило, приезжие, с удовольствием пошли на зарплату дворника, при условии, что им дали бы нормальные условия проживания. При том, что они стремятся влиться в нашу экономику, став квалифицированными специалистами. Кроме того, я что наблюдаю? Все эти товарищи, которые у нас работают, я, кстати, лояльный человек, нормально к ним отношусь, они не стремятся сесть именно на должности дворника, они ведь хотят получать за свою услугу столько же, сколько и русский человек потребовал, понимаете? То есть те, кто вокруг них живет. Если первый год у меня на даче, они ходили со стуганными глазами и искали работу за любые деньги, и все готовы были их нанимать, то через два, через три года эти же люди уже подняли цены настолько, что это стало невыгодно. Кроме того, русских там теперь днем с огном не сыщешь, просто они не уживают. Не найдешь шабашников, которые тебе квалифицированы чего-нибудь построили. Я нанял тиргизов, ну, таджикам всех называют как бы по инерции, на самом деле. Ну да, они разные. Нанял тиргизов, выкопать, мне надо было выкопать 15 ям. Я попросил это сделать глубоко, они сбежали у меня. Они сбежали, потому что это для них работа тяжелая, на мой взгляд, это не очень тяжелая работа. В итоге я был вынужден реально искать людей. Я пытался сделать ремонт, я безусловно выбрал квалифицированных работников не из Средней Азии, потому что мне меняли трубы именно эти люди, и когда вода распространялась по коридору и в ней плавала обувь, они не знали, как мне сказать об этом и молча улыбались, понимаете. Но все когда, как в нашей Раше получилось. Я думаю, что они рано или поздно купят себе машину Deo Nexi или какой-нибудь Жигули классик и будут бомбить, а потом они организуют себе еще что-нибудь. И их услуга будет намного ниже, поскольку машины все эти разваливаются, чем таксистов, например, но за те же деньги фактически. Хорошо. Так сказать, резюмируя ваш монолог, вы за то, чтобы как-то ограничить трудовую миграцию? Я считаю, что пока не будет порядка у нас в судебной системе. Это просто необходимо. Я понял ваше мнение. Спасибо. 65, 10, 99,6. Надо ли нам ограничивать трудовую миграцию? Кирилл на линии. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, вот ваш гость, который дифирамбо поет вот этому, ну, защиту этого трудовой миграции, несколько лукавит. Потому что вот в чем здесь выгода? Трудовые мигранты получают деньги, увозят их к себе в республики, строят там дома, покупают машины, ну, кормят своей семьей. То есть, в чем выгода нам, России здесь, я не понимаю. Вадим, можете сразу ответить, в чем выгода нам, России здесь? Погодите, я закончу минуточку. Мне кажется, здесь это не выгода, а просто это соблазн. То есть, поменьше делать, побольше получать услуг. Вот. Понятно. Нет, но я хотел просто, чтобы вы остались на линии, ну, пусть сейчас тогда Вадим ответит, объяснит, в чем выгода, что если действительно деньги заработаны и все переправляются туда, не тратятся в России? Выгода потребителя, так сказать, выгода потребителя определяется не тем, как использовать деньги, с которыми он расстался, а определяется тем, сколько он заплатил. Российский потребитель выигрывает от общения с мигрантами. Его выбирают, потому что он дешевле. Стоимость же произведена в России, они деньги приправили туда, но здесь они произвели какую-то стоимость, и мы, так сказать, то, что они произвели, мы потребили. Да, но эту стоимость произвели бы и русские рабочие на тех же должностях. Вот я хотел бы провести такую аналогию. Мы недавно занимались, немножко параллельная вещь, мы недавно занимались проблемой пассажироперевозок, потому что на «Рефорс» в рамках нашей рубрики «Урбанистика». И мы озадачились проблемой маршруток в городе. Ну, перевозки маршрутками, они по себестоимости дешевле, чем перевозки городскими автобусами. Тем не менее, в современных цивилизованных городах с высоким уровнем жизни населения мы сравнивали Нью-Йорк и Берлин, в которых городской транспорт работает хорошо, с восточноевропейскими городами и некоторыми африканскими странами. Сказалось, что в Берлине маршруток не существует как класса, а в Нью-Йорке маршрутки существуют в отдельных бедных районах, до которых не добралась нормальная автобусная сеть. Несмотря на то, что себестоимость перевозки маршрутками дешевле. Может быть, на опленом этапе для населения не единственным фактором становится себестоимость того, что оно получает, но как бы другие факторы существуют. Ну да, это общее качество жизни, безопасность на дорогах, ощущение комфорта и так далее. Да, в этом отношении, конечно, может быть, Вадим, вот как вам такое предположение, что по мере роста уровня потребительского сознания и, может быть, сознания работодателя будет вытесняться труд гастарбайтера, грубо говоря, более квалифицированной. Еще, кстати, вспомним, в Японии, которые при довольно высоком уровне жизни не импортируют рабочую силу вовсе. Ну там вообще культурный абсолютно жесткий иммунитет к этому. Вот как вы считаете, может быть, это удел среднеразвитых и слаборазвитых стран? Реально совершенно обратно. Мигранты, как показывает опыт, едут вовсе не в малоразвитые и среднеразвитые страны. Мигранты неизменно едут в самые богатые страны. Именно в самых богатых странах мы видим их довольно много. В тех же нью-йоркских такси очевидно довольно много иностранцев. Ну там да, но там я с трудом могу найти, в общем-то, скажем, в том же взять экономику Нью-Йорка такси. Все-таки нью-йоркские такси довольно квалифицированный труд. Чтобы получить эту лицензию, ну, положим-то и не, чтобы быть таксистом, я не должен владеть лицензией, но все равно там нужен какой-то определенный уровень квалификации. Но вы должны купить жетон. Ну, нет, дело в том, что, так сказать, холдером, обладателем жетона может быть один человек, у тебя есть парк, ты выкупил там 20 жетонов, а таксистов ты нанял совершенно других, чтобы рулить зато и не должен владеть жетоном. Ну да, понятно. Напомню, наш телефон студийный 651099,6. Нужны ли, надо ли нам ограничить в России трудовую миграцию? Сергей на линии. Добрый день. Добрый день. Добрый вечер, точнее. Я юрист, и я услышал вашу позицию по поводу того, что никто не едет из регионов работать. Вот меня на самом деле это задело, и я заметил такую тенденцию, что в Москве, наоборот, москвичи не работают, а работают в основном, скажем так, из регионов граждане России. В каких секторах вы имеете в виду? Ну, допустим, банковское, скажем так, право. Ну, подождите, мы говорим сейчас все-таки о нижней части пирамиды трудовой, да? Мы говорим о неквалифицированном труде больше, о массовых. Так вы же сами только что говорили о том, что квалифицированный труд нужен, потому что нужны кадры, квалифицированные. Эту миграцию вы рассматриваете, если мы же рассматриваем в общем эту миграцию. Ну, в общем, трудовую миграцию, чисто статистически, сколько работает приезжих в банках и сколько их работает на стройках. Я не видел рынков, где бы банковские служащие выходили, чтобы их, так сказать, на улице наняли работать, как выходят тысячи людей ежедневно на трудовых рынках. Люди, люди с образованием, Сергей, с образованием, конечно, едут. У нас тоже студенты там в высшей школе экономики. Очень много людей из регионов учатся. И за образованием едут, и с образованием едут. Но речь идет именно о том, чтобы поехал человек из совсем уже социально-депрессивного какого-то региона, малого города, где потолок зарплаты для него там 10 тысяч, чтобы он поехал на зарплату 20 тысяч в Москву. Почему-то я вот такого вот не сильно вижу. Да просто на какую работу-то ехать? Я думаю, что, опять же, возвращаясь к вопросу, да, вы спрашиваете, а за вы ограничение миграции или против? Я думаю, что ее нужно урегулировать. То есть, опять же, ваш коллега, по-моему, говорил о том, что у нас не урегулированы эти отношения к государству в достаточной степени. Так же, как в Америке, так же, как вы, опять же, говорили, в Германии в той же. То есть, нету такого, нету, как бы, подхода для того, чтобы образовывались те же иммигранты у нас. А требования к русскому языку, если я не ошибаюсь, вот только вот недавно начали, скажем так, применять, да, то есть то, что должны русский язык обязательно знать, там, учить, определенный там уровень быть русского языка. Да-да-да, извините. Ну да, понятно, понятно. Хорошо, спасибо, Сергей, понятно ваша точка зрения. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня Вадим Новиков, старший научный сотрудник Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, с вопросом о трудовой миграции. Надо ли нам ограничивать трудовую миграцию и что трудовые мигранты означают для нашей экономики, для нашего роста. А вот такой вот вопрос, как экономиста, я хочу спросить, может быть, даже чисто теоретически, а кто вообще имеет право приглашать, да? Ведь, собственно, с одной стороны, есть интересы работодателей. Вот я читал одну вашу старую статью, заметку, где вы сравниваете, что такое вообще наше общее пространство. Это клуб, да, какой-то ограниченный, или это магазин, куда может зайти любой. Так вот наше государство, что это такое? Коммунальная квартира, магазин, куда может любой зайти, или закрытый клуб, где нужно согласовывать, если хочешь пригласить гостя в этот клуб, ты должен согласовывать это со всеми остальными членами клуба. Вот с точки зрения экономиста, что это такое? Кто имеет право пригласить наемную рабочую силу? На мой взгляд, здесь у меня, как у экономиста, нет больших преимуществ обсуждения, здесь я такой же гражданин, как и все остальные, здесь я могу, наверное, вот что сказать, что Россия слишком большая, слишком разнородная страна, чтобы Россию целиком можно было назвать каким-либо одним словом. Обсуждать идею клуба каких-то относительно однородных образований можно на уровне каких-то небольших городков или микрорайонов. Россия в целом, конечно же, не является закрытым клубом, не является местом, где у людей типично есть какой-то одинаковый, очень четко обозначенный набор общих представлений. То есть стремиться к однородности и гомогенности можно только на, так сказать, но намного более мелком уровне. Ну да, то, что вы уже говорили. Мне понравилась ваша метафора, то, что говорили, что это как коммунальная квартира. Вот у нас, скажем, на 38 комнатах всего одна уборная, вот у нас 38 жильцов в этой коммунальной квартире. И, собственно, каждый сам решает, каких гостей ему принимать, не согласуясь, не сообразуясь с другими жильцами этой квартиры. Но при том, что есть некая конвенция, общественное согласие, что гости, пришедшие, будут себя вести нормально, не будут разбивать унитаз, не будут переворачивать баки на кухне и тому подобное. То есть вот такая метафора, может быть, здесь работает? На мой взгляд, эта метафора довольно подходящая, по крайней мере, более подходящая, чем многие остальные. И здесь, конечно же, дальше возникает эмпирический вопрос. Гости, которых вы приглашаете, насколько они действительно опасны. То есть я понимаю озабоченность противников миграции разного рода последствиями. У нас широко распространено мнение, что мигранты, и это многие считают главным их злом, что несут в себе повышенный риск преступности. Данные, которые у нас есть сейчас, у нас, я имею в виду, реально у всех нас, пока что скорее не подтверждают эту точку зрения. Что у нас есть? Мы знаем, что в любой момент на территории России находится около 10 миллионов иностранцев разного совершенно происхождения. Кроме того, мы знаем, что около 2% преступлений совершаются иностранцами. Это тоже официальная статистика. Даже если сопоставлять эти 10 миллионов, можно сопоставлять не только со 140 миллионами общего населения, можно сопоставлять, и, наверное, более корректно с таким, с экономически активным населением. Это как раз те люди, которые одновременно трудятся и одновременно находятся в самом подходящем возрасте, чтобы совершать преступления. Так вот, пока что из статистики скорее следует, что иностранцы совершают преступления реже. То есть в удельной доле преступности? Да. Пока что эти цифры нам намекают, что типичный иностранец менее опасен, чем средний россиян. Нет, это может быть странной цифры. Этим цифрам, может быть, можно и не доверять. Но зазор между долей иностранцев населения и долей их преступлений настолько большой, что цифры МВД о преступности должны быть занижены просто в очень большое количество раз. И при этом неизвестны стимулы для того, чтобы их занижать. Вы соотносите число иностранцев с числом жителей России, при том, что мы понимаем, что сконцентрированы они все-таки преимущественно в крупных городах Москвы и Петербурге. Но вот месяц назад прокурор Москвы Сергей Куденеев приводил следующие цифры. Мигрантами в Москве совершается каждое пятое убийство, каждое второе изнасилование и каждое третье грабеж и разбой. Прокурор говорил неправду, с вашей точки зрения? Я легко допускаю, что прокурор говорил правду. Дело в том, что всем известно, что больше всего мигрантов находится именно в Москве. И аналогичные цифры приводили в Санкт-Петербурге. Их больше здесь сосредоточено. Но смотрите, в конечном счете нам важен уровень опасности такой преступной радиации, исходящей из определенного человека. Если этот уровень опасности устраивает нас, когда мы имеем дело с русским, я не понимаю, почему тот же самый уровень опасности или меньший не должен устраивать, когда мы имеем дело с узбеками. Если у нас не устраивает, это означает... Если бы нас было на треть меньше грабежей и разбоев, нам, наверное, было бы спокойнее. Да, но по той же самой логике, спокойствие это не единственное благо. Вообще говоря, мы предпочитаем жить в Москве, потому что Москва, кроме спокойствия, спокойствие легко получить на даче или в деревне или много где еще, Москва дает некоторое разнообразие в самых разных отношениях. А чисто даже логически, Кирилл, а почему бы эти же самые преступления, если убрать иностранную преступность, не совершили бы русские? Не-не-не, вопрос не в том, что русские бы не совершили. Нет, а может, вы знаете, как говорится, ДТП, статистика ДТП. Там на перекресток выскочила иномарка. И вот все говорят, когда там «Жигули» выскочили, да, или «Волга», не говорят, выскочила иномарка. То есть идет такая стигматизация, еще лет 10-20 назад началась стигматизация владельцев иномарок. Хорошо, давайте уберем иномарки с улиц, но и аварийность-то останется та же самая. Аварийность, да. И вот то же самое, давайте уберем иностранцев с улиц. Мне кажется, преступность окажется та же самая, потому что... Удельная. Удельная преступность останется той же самой. Потому что вопрос, смотрите, правильный такой. Очевидно совершенно, если мы уберем из Москвы половину коренных москвичей, количество преступлений уменьшится. Но главный вопрос не в том, уменьшится ли количество преступлений, а в том, станем ли мы жить лучше. Ой, в общем, интересная тема. 65, 10, 99,6. А надо ли нам ограничивать трудовую миграцию? Леонид на линии. Да, это я. Но мне кажется, что вы совершенно непрофессионально этот вопрос рассматриваете. Дело в том, что цель всякого государства – обеспечить хорошую жизнь своим жителям. Цель нашего государства такой не является. И поэтому у нас приезжают иностранные рабочие, становятся здесь граждане. Ну, в общем-то, это процесс замещения населения, который выгоден властям. Вот это да. Вы читали статью Латыниной. Вот это тот же аргумент, который в прошлом году она об этом писала. Я не согласен с Латыниной во многом, но я вам хочу сказать прежде всего следующее, что цель государства – создавать рабочие места для своих граждан, а не наживаться на труде гастарбайтеров в том смысле, что на этом наживаются люди, которые допущены к управлениям. У нас отсутствует управление как таковое, как цель – обеспечить благосостояние собственных граждан. К гражданам вы предлагаете якобы ехать из деревень и так далее. А вы знаете, в чем разница между оседлым населением и населением кочевым? А ведь средняя Азия население преимущественно кочевое. Для них совершенно обычным делом является кочевать там, где-то работать и так далее. Короче говоря, у нас происходит замещение населения. Это обычное уничтожение России, которое происходило очень часто. Но как-то мы из него выбирались. А вот выберемся ли мы сейчас, я вот не знаю. Понятно. Спасибо. Ну да, здесь Леонид озвучивает такую интересную точку зрения, которой вот я ссылаюсь. Была такая знаковая статья Латынина в прошлом году, очень интересная, с которой я не слишком согласен, но тем не менее здесь озвучу. В том, что завозит фактически, это политика властей, завоз трудовых мигрантов с тем, чтобы вытеснять коренное население. Вот как она пишет, путинская власть намеренно превращает российских граждан в быдло и намеренно разбавляет их избирателями со среднеазиатским менталитетом. При том, что мы знаем, что все-таки тенденция к отъезду в образованных категориях населения все-таки довольно сильна сейчас. Ну да, да. Вадим, вот как нам с такой логикой? Что фактически... Ну да, посмотрите даже, кто, например, на Путинге ходит. Свозит из ЖКХ вот этих же самых с плакатиками среднеазиатских рабочих. В общем-то, в каком-то смысле власти это даже выгодно. Ну, что выгодно власти, об этом можно спорить. Мне кажется, что не должно быть такой логики, что главное, чтобы было власти плохо. Вот. Относительно власти. Можно спорить о том, насколько власти вносят вклад в благосостояние россиян. Это вопрос действительно неоднозначный. Да уж. Но намного более однозначно то, что россияне выигрывают от дешевого труда. Понимаете, нас не превращает в быдло не использование ни стиральной машины, ни посудомоечных агрегатов, никакой бы то ни было другой техники. То, что позволяет нам не заниматься какого-то рода трудом, пожалуй, если что-то с нами делает, то делает нас лучше, а не хуже. Ну, я соглашусь здесь с Вадимом. Мне кажется, здесь это еще сильный вопрос в нашем собственном культурном иммунитете, в том, насколько мы чувствуем себя сильной, состоявшейся и состоятельной нацией, чтобы позволить себе сделать то, что, я не знаю, там в арабских странах тоже идет сильный очень приезд гастарбайтеров в нефтяных автократиях. То, что происходило в Германии, во Франции и так далее. То есть, мне кажется, здесь вопрос в нашем самоощущении русских, и в том, что мы очень часто видим угрозу там, где можно было бы видеть возможности. Вот наш гость сегодняшний Вадим Новиков, старший научный сотрудник Академии народного хозяйства и госслужбы, как раз сказал нам, какие возможности заключают в себе труд гастарбайтеров. Ну что ж, это была программа «Археология». Благодарю своего соведущего Кирилла Горского. Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.